Три с половиной тысячи за медсправку, книжку и несуществующую вакансию. Сергей раскошелился, но работу так и не получил. При трудоустройстве на работу требуется справка, вот такая вот. Явно она напечатана на принтере. В офисе фирмы соискателей полно, но то, что работы им не светят, они еще не знают. Вы знаете, нет. Подозрительно, честно, ничего не показалось. Сергей уверяет, в работе здесь отказывают без объяснения причин. На что он мне ответил, что это глупости не занимать, сидите в другое место, устраивайтесь на работу. Вакансии якобы в ООО, кублей, водитель, грузчик, экспедиторы. Всем нужен медосмотр. А какой груз? Что это? Продукты там у нас, консервы и букварей. Активистам движения Лига закона, когда те решили проверить эту фирму, тоже в работе отказали. Впрочем, о такой схеме многие общественники знают уже давно. Человек с полной уверенностью, что у него все анализы пройдены, и получил он справку, идет обратно в офис. А в офисе приходит и говорит, в офисе ему говорят, что компания отказала вам в трудоустройстве. И человек, соответственно, заплатив деньги, остается уже ни с чем. Не с работы и без денег. А деньги назад компания не возвращает. Девушка в офисе уверяет, только принимает анкеты, а дальше направляется искателя к некому Денису Евгеньевичу. Все по телефону делает Денис Евгеньевич? По телефону. А в офис он к себе не приглашает? Не знаю, он может быть приглашает. Я в дальнейшем не знаю. Не знаю. Вот от меня все, что требуется. Но до Дениса мы не дозваниваемся, тогда набираем номер телефона, который указан на официальном сайте компании ООО «Кублей». Нет, это уже давно продолжается история. У нас ничего, мы с этим не связаны. Нам водители не нужны. Ага, подскажите, то есть... Там набор все, да? Да, подскажите, набирают водителей. За медкомиссию. Да, 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 да. Не, 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 это, ну, развод как, как обманывают людей. Медсправку в Липовом «Кублей» здесь предлагают сделать через знакомых. Светлана Васильевна, это наш врач. Все, что мне сказали. Если что, говорят, хотят, пускай там сделают. Вот только документы в итоге продают у станции метро, и врач этого не скрывает. А это не нарушение закона, если я приду, заплачу деньги и не сдам анализы? Если врачи ему купли, то нет. Дальше общественники вызывают полицию, но пока те едут, барышня из офиса убегает. И обманутым соискателям ничего не остается, как самим отбивать потраченные деньги. Так как я считаю, что данная организация является мошеннической, я беру на длительное, на, не длительное, извиняюсь, а на короткое хранение данную технику. Вот, и буду ждать непосредственно звонка от начальника с возвратом своих денежек. Поток клиентов у такой фирмы несколько десятков человек в день, и всем деньги уже не вернуть. Открытого мошенничества, по словам юристов, здесь нет. Остается только тщательнее проверять работодателя. Залезть в интернет и почитать отзывы. Так и рекомендую посмотреть на сайте налоговой. Там достаточно есть информации о фирме, о директоре, о ее существовании, как долго она существует. А существуют такие конторы по опыту общественников не больше месяца. Они абсолютно спонтанно выбирают район и подолгу не задерживаются. То есть они, как мы видим, они здесь сняли помещение. Это, скорее всего, ненадолго. Так что принтер обманутому соискателю придется оставить действительно на длительное хранение. По словам активистов, эта фирма с вероятностью 99% сменит имя и будет работать уже в другом месте. Вера Морозова, Анатолий Харламов и Георгий Белецкий. Расследование 360.